Здравствуйте, уважаемые телезрители! С начала этого года начала действовать медицинская реформа. А с апреля украинцы могут заключать договора с семейными врачами, которые впоследствии будут давать направление к узкопрофенным специалистам. Как правильно заключить договор и о преимуществах новой системы, мы сегодня поговорим с главным врачом Центра первичной медико-санитарной помощи номер 5 Татьяной Ковтан. Добрый день, Татьяна Витальевна! Здравствуйте! Итак, первый вопрос. Какие документы необходимы для того, чтобы подписать договор с семейным врачом, и как происходит эта процедура? Документы, необходимые для подписания декларации с семейным врачом, это паспорт и идентификационные коды. Дело в том, что вся эта система связана с системой государственных гарантий на медицинскую помощь. И как любые бюджетные деньги, которые можно получить со стороны госбюджета, везде требуются паспортные данные и идентификационный код. Также и в данном случае здесь ничего нет сложного, удивительного. И абсолютно не надо бояться предоставлять свои данные, потому что по этим документам будут перечисляться бюджетные деньги на обслуживание данного конкретного человека. Для того, чтобы подписать договор, необходимо записываться к врачу? Или достаточно просто перейти на прием и сказать, я хочу подписать с вами договор? Как это вообще сама процедура происходит? В каждом лечебном учреждении эта процедура организована на усмотрение администрации. Например, у нас можно подойти на регистратуру филиала, того, где работает выбранный семейный врач, взять бланк, заполнить, внести свои данные в единую электронную базу, в реестр. В некоторых лечебных учреждениях можно подойти к семейному врачу, то есть нужно подойти в лечебное учреждение, и администрация непосредственно учреждения даст всю необходимую информацию. Что касается выбора семейного врача, это может быть врач, исходя из прописки, или места проживания, или частной клиники. С кем именно можно подписывать данные договора, и как эта процедура вообще будет осуществляться? Данную декларацию можно заключить с абсолютно любым врачом, предоставляющим первичную медицинскую помощь. Это семейный врач, либо терапевт, либо педиатр. В данном случае прописка, место жительства пациента и место работы семейного врача не имеют никакого значения. То есть абсолютно любой пациент, абсолютно любой гражданин Украины может выбрать абсолютно любого семейного врача. Будь то семейный врач, работающий в учреждении коммунальной собственности, либо в частном лечебном учреждении, в государственном лечебном учреждении, это не имеет значения с абсолютно любым врачом, предоставляющим первичную медицинскую помощь. Есть ли какие-то приоритеты? Если, допустим, я проживаю на Черёмушках, а хочу подписать договор с врачом, который работает в центре, не получится ли так, что мне скажут, вот мы сейчас свой район обслужим, подпишем договора, и если останутся какие-то там места, то вы сможете прийти и подписать этот договор? Ну, здесь, в данном конкретном случае, если территориально место работы врача находится действительно далеко от места жительства пациента, то по обоюдной договорённости такую декларацию заключать, конечно, можно, но я думаю, что семейный врач скажет о том, что если нужен будет вызов, визит врача на дом, то это невозможно будет осуществить. Но если пациент на это согласен, то других никаких сложностей не возникнет. Сложностей, да, преград. Преград никаких других нет. Если оба человека согласны, то эту декларацию можно заключать. Преимуществом государственного, в данном случае, коммунального лечебного учреждения является то, что, и здесь я сейчас немножко остановлюсь на этом вопросе, что у наших семейных врачей, я имею в виду, это преимущественно на сегодняшний день по отношению к частным лечебным учреждениям, можно получить рецепт по программе «Доступные лекарства». То есть это очень ощутимая льгота для лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями бронхиальной астмы и сахарного диабета. По рецепту семейного врача можно получить лекарства либо бесплатно, либо очень небольшой доплатой. Там есть импортные лекарства, там есть лекарства очень хорошие украинских производителей. Перечень лекарств большой. Аптеки к программе на сегодняшний день подключены, если не все, то многие. В ближайшей аптеке от дома пациента, я думаю, что эти лекарства можно получить. Перечень в аптеках на сегодняшний день огромный, большой перечень. Лекарства практически в наличии все есть. И очередей тоже на эти лекарства. Рецептов достаточное количество. Доктора все об этом знают. То есть я призываю одесситов все-таки посетить своего семейного врача. Во-первых, заключить декларацию. И получить рецепты на необходимые лекарства. Нет на сегодняшний день никаких преград. И бюджетных средств на сегодняшний день достаточно для всех. То есть в данном случае человек, главное преимущество, насколько я понимаю, все-таки коммунального врача, это то, что можно получить рецепты и получить лекарства по программе с достаточно весомыми скидками. В отличие от частных поликлиник. То есть в частной поликлинике эта программа не действует? Нет, частные семейные врачи на сегодняшний день не могут. Нет механизма, по которому они могут выдавать рецепты на эти доступные лекарства. Есть некоторые другие, я считаю, преимущества государственных семейных врачей по сравнению с частными на сегодняшний день. Но я думаю, что в ходе реформы пациенты сами их увидят. Я не буду на них пока останавливаться. Может быть, не сделаем. Но они положительные, да? То есть как бы хорошие. Положительные, но пока их не надо обсуждать. Я считаю, пациенты сами их со временем увидят. Что касается возрастного ценза, есть ли какие-то ограничения? И что касается, если у меня маленький ребёнок, я хочу, чтобы его точно так же вёл мой семейный врач, а не педиатр. Это возможно или нужно заключать дополнительные договора с педиатром на ребёнка? Как это тоже происходит? Для любого человека, пациента, независимо от возраста, можно выбрать любого семейного врача, предоставляющего первичную медицинскую помощь. Как педиатр может лечить, допустим, и ребёнка, и молодую маму, и бабушку. Так же самое и семейный врач может лечить всех членов семьи. По обоюдной договорённости с семейным врачом можно заключить декларацию на лечение, на ведение и ребёнка. Но сама система подразумевает, что в случае, что семейный врач обслуживает взрослое население, а детей — это всё-таки педиатр. Правильно я понимаю? Нет, это решение самого семейного врача, от кого он будет принимать, как он чувствует свои силы в педиатрии. Допустим, у нас очень много семейных врачей, которые очень хорошо ориентируются в педиатрии. И очень много педиатров грамотных, которые также ведут и взрослых, и маму консультируют зачастую. Поэтому преград здесь никаких нет. Единственное, что до 14 лет декларацию заполняют родители ребёнка, будь то с педиатром или с семейным врачом с 14 лет, человек уже самостоятельно выбирает себе своего доктора, первичной медико-санитарной помощи и самостоятельно подписывает декларацию. Ну, возникает главный вопрос. А как выбрать правильно семейного врача? Вот ваши советы. На что стоит обратить внимание? Если человек не так часто обращается в поликлинику, и когда приходит, то, собственно говоря, куда отправят, туда и пошёл. Вот как выбрать себе семейного врача? Ну, для начала нужно сказать, что семейного врача нужно выбрать обязательно и прийти в лечебное учреждение и заключить декларацию обязательно, потому что на сегодняшний день это гарантированная государством медицинская помощь, которая будет оплачена целевым образом конкретному лечебному учреждению, конкретному врачу за конкретного пациента. Поэтому то, что нужно заключить декларацию, это даже не обсуждается, это надо сделать в ближайшее время. Второй момент как? Ну, я думаю, что нужно прислушиваться к советам, нужно основываться на свой опыт. Многие пациенты уже обращались, конечно, имеют опыт обращения в лечебное учреждение, к участковому врачу, к семейному врачу, к терапевту, к педиатрам. Многие знают, кто-то слушает маму, кто-то бабушку, кто-то соседей. Можно подойти в само лечебное учреждение и получить информацию о врачах, предоставляющих первичную помощь, исчерпывающую информацию. Она вывешена на стендах, в амбулаториях, в центрах первичной медико-санитарной помощи, в детских поликлиниках. Кроме того, можно зайти на сайт e-health, на котором зарегистрированы и лечебные учреждения, и врачи, которые есть в штате, и информация об имеющихся врачах. Тоже на основании этой информации можно сделать свой выбор. Я думаю, что здесь все средства хороши. И, в общем-то, человеческий фактор тоже никто не исключал, потому что ни один врач не может быть идеален для абсолютно всех и устроить абсолютно весь контингент пациентов. То есть здесь тоже взаимная симпатия, взаимное доверие. Насколько я знаю, есть и ограничения в данном случае по количеству заключенных договоров с врачом. Сколько сегодня на каждого врача выделяется, скажем, пациентов? Я думаю, что бояться ограничения пациентам не стоит, потому что это очень большая цифра. 2000 пациентов для семейного врача, то есть если есть 2000 у доктора деклараций, то он приостанавливает набор пациентов, но это только для городских жителей. В сельской местности в связи с дефицитом кадров, конечно, эта цифра будет увеличена. Я думаю, что никто еще 2000 деклараций из городских врачей не набрал. Но это пока. Пока, да. Так что можно выбирать абсолютно любого. А для детского населения, для педиатра это 900 человек, потому что детки более часто болеют, чаще обращаются, поэтому у них меньшая цифра. Так что можно спокойно выбирать, идти к доктору и заключать декларацию. Ну, это называется, чтобы успеть. У нас, как всегда, к лучшим специалистам, когда один другому посоветовал очереди, а у соседнего не менее хорошего специалиста, очереди нет. И если возникнет ситуация, что у врача уже есть эти 2000... Тогда он может отказать. То есть тогда нет механизмов как-то увеличить ему, допустим, квоту? Нет. Он просто не успеет, так просчитано министерством, что для оказания качественной, своевременной медицинской помощи, для того, чтобы не было очередей, это оптимально. Вот 2000, тогда доктор будет и успевать всем оказать необходимое внимание, и самому не вырабатываться так, чтобы адекватно реагировать на пациентов в любое время. И, соответственно, пациентам не ждать этой помощи. Это 2000. Но я думаю, что это реальная цифра, и ажиотажа быть не должно. Есть ли какие-то сроки, согласно которым до определенного числа нужно подписать данный договор? Или это можно растянуть, не спешить, подождать и увидеть, а как же это будет работать? Таких строгих сроков нет. Единственное, что рекомендовано, конечно же, заключить, чтобы всегда иметь возможность обратиться к доктору, чтобы знать, куда обращаться, свои права, свои возможности. Это всё можно прочитать на сайте eHealth. Но декларацию эту можно заключить всегда. Если сейчас не надо, можно заключить, нет возможности, то можно заключить при обращении в лечебное учреждение. Если прийти с паспортом, иконом, да, ещё нужен мобильный телефон, потому что придёт смс-ка, пароль тут же, по которому уже будет подтверждена декларация и зарегистрирована на сайте. Насколько я знаю, есть какая-то определённая сумма, которая идёт за пациентом. Какая сумма идёт сегодня для среднестатистического украинца и варьируется ли она, исходя из детей, людей старшего поколения? Как это происходит? На сегодняшний день, на этот год, заявлена сумма 370 гривен для пациентов среднего возраста, которые считаются наиболее здоровыми. Детки, конечно, и люди преклонного возраста требуют большего внимания от доктора. На них введен коэффициент. Это всё будет учитываться при оплате медицинских услуг, так что, в общем... Ну, это больше имеет значение не для пациента, а для доктора. Ну, суммы вот 370... Это базовая, это без коэффициента. То есть, эта сумма на год, правильно ли я понимаю? На этот год, и нам министерство обещает, что с каждым годом это количество денег, эта сумма будет расти. Но в данном случае, есть ли какой-то перечень, сколько обращений может быть от пациента вот на эту сумму? Или этого нет, этого момента? Как только наш больной считает, необходимо обратиться к врачу, он может обратиться к своему семейному врачу. И никаких ограничений, никто его не будет лимитировать ни в коем случае. Если мы подписали договор с семейным врачом, но через какое-то время он перестал нас устраивать, что делать? Можно прийти в лечебное учреждение, выбрать другого семейного врача, заключить декларацию с другим семейным врачом, она вносится в единую электронную систему, и автоматически декларация на этого пациента, заключенная ранее, будет аннулирована. То есть это можно сделать в любой момент, и количество этих изменений врача тоже не лимитировано. И здесь, соответственно, возникает вопрос, это должен быть врач с этого же медицинского учреждения, или опять же нет ограничений? Абсолютно любой семейный доктор, абсолютно любой педиатр. Это очень важно. А как же быть с переселенцами, которые проживают в Одессе, допустим, но прописка у них в Донецке? Это всё граждане Украины, и вот в данной реформе прописка, место проживания, место регистрации не имеет никакого значения. Абсолютно. Человек регистрируется, электронная информационная база единая, и согласно паспортным данным и кода, этот человек будет всегда идентифицирован. И, в общем-то, ни переселенцы, ни жители других городов, кто угодно, это гражданин Украины на сегодняшний день, и для всех права одинаковые. То есть могут прийти в любую поликлинику, заключить договор, выбрав врача, достаточно иметь просто внутренний паспорт и идентификационный паспорт. Только не в поликлинику. Поликлиники у нас на сегодняшний день это районные такие лечебные учреждения, в которых работают узкие специалисты, в которых базовая диагностическая, есть лаборатория, узкие специалисты. А вот как раз врачи первичной помощи работают в центрах первичной медико-санитарной помощи, работают в амбулаториях, это составные части этих центров, работают в детских поликлиниках, это педиатры. Ну и еще есть терапевты, которые со временем тоже будут переучены на семейного врача. Кто еще не переучен, у них еще есть несколько лет, чтобы пройти специализацию по семейной медицине. По Вашему мнению, каковы плюсы вот в данном случае вот такого перехода? Есть ли они? Есть, конечно. И какая ответственность сложится на врача? Если я с ним подписываю договор, то будет ли это немного отличаться от того, что есть, допустим, на сегодняшний день? Основной месседж этой реформы и основной смысл — это создание конкуренции между врачами, между лечебными учреждениями, потому что в результате конкуренции будет повышаться качество оказания медицинской помощи. И таким образом будет ликвидироваться еще и уравниловка в оплате труда. Вот как Вы говорите, кому-то будет кто-то наберет 2000, а кто-то не наберет и 500 деклараций. Таким образом, доктор, который работает много, которому большие очереди, которого выбирают пациенты, он быстро наберет эти 2000, вот тот доктор будет получать большую зарплату, он будет стараться усовершенствовать себя как специалист, он будет стараться расти профессионально, он будет держаться за своих пациентов. И, в общем-то, для создания конкуренции — это основной смысл, основной плюс этой реформы. В итоге повышение качества медицинских услуг. Насколько я понимаю, в данном случае мы не сможем переходить самостоятельно к врачу, исходя из узкопрофильного, то есть без семейного врача, без направления к узкопрофильному специалисту мы не сможем обращаться. Надо сказать о том, что семейный доктор имеет очень широкую специализацию. Семейный доктор разбирается в очень большом круге проблем, заболеваний, ориентируется в большинстве заболеваний и знает, как оказать медицинскую помощь. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве, по разным данным, это 85-95% случаев заболеваний и обращений к семейному врачу. Остается 5-10%, когда действительно требуется оказание помощи узким специалистам, либо оказание 2-го и 3-го уровня медицинской помощи. Тогда действительно будет дано направление, и пациент пойдет дальше по направлению семейного врача, и здесь тоже все ясно, понятно. Таким образом, не получится ли, что узкопрофильные специалисты будут получать зарплату меньше, исходя из того, что договора с ними не заключаются, и они будут зависеть от семейных врачей? Вы знаете, наше Министерство здравоохранения следующие уровни медицинской помощи начнет реформировать и обсуждать только в следующем году. На сегодняшний день идет реформа первичной помощи, и, в общем-то, сейчас все внимание сконцентрировано как раз на первичке. Что будет со вторичной помощью? Это будет еще обсуждаться. Там есть варианты, действительно. Там есть варианты развития частных структур, там есть варианты лицензирования врачей. Я тоже скажу, что они входят в систему очень жесткой конкуренции в будущем, так же самое, как и врачи-первички. В общем, будет меняться все кардинально. Будем с интересом наблюдать за этими изменениями. Что касается, есть ли сегодня все необходимое оборудование для осуществления, вот в данном случае, запуска вот этой реформы и подписания договоров? Насколько я помню, у каждого специалиста должен был быть свой компьютер, принтер и так далее. То есть какие-то обычные вещи. Полного перечня на сегодняшний день у нас нет, но мы постоянно получаем и копировальную технику, и компьютеры. Город работает над этим, и мы уже установили программы, подключили к интернету все амбулатории, и вот ожидаем новой партии компьютеров. То есть эта работа идет, и в общем прошлом квартале мы получили партию компьютеров перед этим. То есть реформа набирает обороты и оснащение по табелю оснащения. Мы много чего уже имеем на сегодняшний день и у семейного врача в кабинете, и в амбулатории то, что положено. И в ближайшее время будет, и постепенно, я думаю, что мы пойдем в необходимое русло, в необходимые минимумы, чтобы работать полноценно. Это не компьютер на семейного врача, это компьютер на рабочее место, а семейный врач, как известно, работает в своей смене, в своем кабинете по графику. То есть это может быть один компьютер на два, на три врача, и этого будет достаточно, потому что доктор посидел, попринимал, потом пошел на вызов, пришел другой доктор и продолжает в этот компьютер вводить своих пациентов. И в общем-то компьютеров не такое большое количество надо, чтобы обеспечить работу лечебного учреждения. Ну я так понимаю, что вы как специалист оцениваете проводимую реформу даже очень с положительной стороны. То есть минусы есть с вашей точки зрения или нет? Ну как в любой ситуации, тем более в эпоху перемен, минусы, как и плюсы, есть всегда. Но я думаю, что этих минусов не стоит бояться, потому что у нас нет другого выхода, нам надо идти в будущее. По примерно такой схеме работают специалисты других стран. Мы перенимаем опыт зарубежных специалистов. У нас есть в преминистерстве здравоохранения есть достаточно большое количество консультантов иностранных, тех государств, которые уже перешли, прошли эти этапы тяжелые реформы. То есть помощники своего рода, которые могут подсказать. Советчики, да. И в общем-то стараемся некоторые острые углы обходить. Конечно, они будут. Конечно, все довольны не будут. Это точно, потому что это система изменений. Но я думаю, что уж такие не стоит воспринимать. На выходе в итоге должны быть хорошие результаты, которые устроит и население. Легче будет и пациентам, и социально незащищенным слоям людей, и старикам, и детям. В общем, ждем хороших результатов. Ну, это хорошо. Если будут позитивные моменты, значит, это все проходит не зря. Что ж, спасибо большое. Наше время подходит к концу. И хочется еще раз обратиться к телезрителям. Приходите, подписывайте договора с семейными врачами, пока есть еще такая возможность, пока они не набрали свои лимиты. Напоминаю, у меня в гостях был главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи номер 5, Татьяна Кафтон. Спасибо большое. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. До новых встреч. Оставайтесь на Медиаинформ. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok